Так, вот это чё такое? А, аминокаброновая кислота. Кислота. Так и говорите, что это ЛСД. Да не ЛСД это, это не ЛСД. Гражданечка, в лаборатории разберутся. Ага. Но я уже вижу, что это 10 лет строгача. Минимум. О, это даже в лабораторию нести не надо, тут и так всё понятно. Это порошок от простуды. От простуды. Ну да, от простуды, от плохого настроения. Вообще героин по-разному называют. Да. Да не героин это. Угу. О, вот это что такое? Новокаин. Новокаин. Правильно писать, новококаин. Ты посмотри, в таблетках начали делать. Ну, видать, эта банда в наркобизнесе давно. Да. Ну что, Михалыч, поздравляю тебя, накрыли мы наркопритон. Накрыли. Какой наркопритон? Аптека это, вот, аптека! Вот сколько раз мы это слышали, а? Это не наркопритон, а аптека. Ага. Не борделя массажный салон. Ага. Знаете что, у нас всё по документам правильно. Да вы что? Да. Ну, показывайте документы. Давай. Сейчас. Пожалуйста. Так. Вот, Михалыч. Подделка документов ещё пять лет. Минимум. Да я, да я сейчас начальнику своему позвоню. Так, девушка, девушка, если мы сейчас позвоним своему начальнику, то вы своего начальника увидите лет через десять. Минимум. Так что, оформляем или будем договариваться? А-а-а. Я поняла. Наконец-то. Скидку хотите, да? Ну. Могу сделать максимум пятьдесят процентов. Всё. Так это, это, это вы что, нам взятку предлагаете? А? Да это лет пять. Минимум. Да какая взятка? Вы что, с ума сошли? Я вообще не пойму, что вы от меня хотите. Мы хотим взять вот эти лекарства и уйти спокойно. А вы дальше варите тут свой метанфетамин. Что? Не варим мы тут ничего. Короче, дамочка, мы это забираем, и мы друг друга не видели. М-м-м. Идите уже. Вот это другой разговор. Всё, счастливо. Прикинь, у меня всё семейство с гриппом спихло. Я что, дурак, четыре тысячи на лекарства выбрасывать? Согласен. Слушай, надо сейчас на рынок ещё сходить. А что там? Ну, есть подозрение, что там одна бабка, значит, продаёт морковку, буряк и мясо. Прям из Чернобыля. А мне как раз жена сказала борщевой наборчик купить. Ночной базар. Пойдём, разберёмся. Разберёмся с этими всеми торгашами. Шлобы! Так, я запишу менты. Жёлтый. На троих. Ну, нету у меня денег. Нету. Доктор, мне срочно нужна справка. Какая справка? Хотите поехать отдохнуть, а на работу нужна липовая справка о болезни, да? Нет, доктор, мне нужна липовая справка, чтобы наоборот не поехать отдохнуть кое-куда лет на десять. Мне нужна справка, что я клиптоман. А с чего вы взяли, что вы клиптоман? А я у вас ручку украл, ага, этого достаточно для того, чтобы мне поставили диагноз? Мужчина, по такой логике у нас тут вся больница клиптомантов. А если я в банке украл миллион, этого симптома достаточно? Ну, это как минимум странно. А если я половину этой суммы специально для вас приготовил, этого достаточно симптома? Вы знаете, да. Вот теперь я вижу четко выраженные симптомы клиптомании. Где он? Где он? Что ты смотришь на меня, мышечка-то? В какой он кабинет побежал? А-а-а! Вот он ты, попался! Ворюга! Кто ворюга? Я не ворюга, я больной. Я больной, у меня и справка есть. Какая справка? Какой больной? Я клиптоман! Да, доктор? Да, вот, пожалуйста, справочка. Вот справочка. Ну, слышь, больной это. Все равно, денежки вернуть надо будет. Че, какие деньги? Какие деньги? Я не помню ни о каких деньгах. У меня редкое заболевание. Кратковременная потеря памяти. Да-да-да, действительно, кратковременная потеря памяти. Вот и справка у меня, да? Вот и справка. Ну, че, дело закрыто, я могу идти? Слушайте, мужики, ну, давайте по-честному, а? На троих эту сумму поделим, а то я вам двоим коленки попростреливаю. Че? Мин, ты че, с ума сошел? Тебя посадят? Ничего мне за это не будет. Потому что у меня есть справочка о сопротивлении при задержании. Понятно? Но она еще пока чистая. Но поверьте мне, я ее успею заполнить, пока вы тут от боли будете корячиться. Так, мужчина с клептоманией предлагаю не жадничать и поделиться с мужчиной с пистолетом. Послушай, послушай умного человека. Ладно. Только почему-то граблю я один, а делиться всегда приходится на троих. На троих это самое-самое то, что называется. Да че происходит? Да я понял, колен, что привет. Ну пусти, че ты тянешь меня? Сейчас тебе расскажу, че происходит. Проходи, братан. Здравствуйте, вы по какому вопросу? Вот привел должника вашего банка. Должника? Ты че, присануть меня решил? Все, понял, понял, понял. Вот. Ничего личного, а просто бизнес, братан. Ты попал в список неплательщиков этого банка. Бизнес? Бизнес. А ты забыл, кто тебя научил паяльником пользоваться? И куда его всунуть, чтобы максимально клиента к себе расположить? Забыл? Не забыл. Я. А кто тебе угрожающую куртку помог выбрать? Забыл, как ты в своем желтом синтепоновом пуховике ходил, тебе бабки в подъезд не пускали? Зато он теплый был. Я извиняюсь, что прерываю вашу дискуссию, но мне бы хотелось вернуться к самой проблеме просроченного платежа. Блин, да я кредит ради тебя взял? Какой кредит? Подарк ему хотелось бы подарок ему хотел сделать сюрприз. Вот, тебе хотел подарить. Мне? Тебе. Это что, с автоматическим отличением и функцией турбоотпаривателя? Там еще USB для зарядки телефона. Ты взял кредит на утюг ради меня? Это тебя. Братан, дай я тебе... Я рад, что вы разобрались, но кто будет оплачивать кредит? Толенька, а можно я прямо сейчас опробую функцию турбоотпаривателя? Не-не-не-не надо, нет, нет. Так это, и когда мне кредит возвращать? Не спешите, оплатите когда захотите, мы не торопимся. Не торопимся. Поэтому я предлагаю тебя на легкую прогулку за квартирой его 85-летней бабушки, которая живет на улице Бролезной. Коляныч, сочту за честь. Братан, мирись, 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 и больше не дерись. А кто будет драться, я буду матюка. Ха-ха-ха. На троих. А чё вы меня остановили? Я же с ребёнком еду. Обычный досмотр подозрительного лица. Чё подозрительного? Я же с ребёнком еду. А это и подозрительно. Как на вас такого ребёнка оставили? Чё я не подозрительный? Я же с ребёнком еду. Ну, подозрительно то, что вы третий раз уже эту фразу говорите. Причём первый раз сказали, когда мы вас ещё не спрашивали. Что-нибудь употребляли сегодня? Нет, вы что, я же с ребёнком еду. Ясно. Запрещённое что-то везёте? Нет, вы что, я же с ребёнком еду. Можно вашу сумочку посмотреть? Нет, вы что, я же с ребёнком... Спасибо. Пожалуйста. О-о-о! А это что? Это... Это... Это таблетки для коликов от животика. Да что вы говорите? Я же с ребёнком еду. Вот это и подозрительно, что таблеток для коликов нету. Значит так, это что? Это... 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 Это что? Присыпка детская для ребёнка. Так, и запишем. Подозрительная детская присыпка. Экспертиза проверит. Ничего подозрительного. О-о-о! Ну а это что? Это... 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 Я так понимаю, это чай для новорождённого. О, точняк! Мать, у тебя дети есть, да? Так, всё с вами ясно. Где ваша мать? А, мать? Угу. А-а-а! Она нас бросила с ребёнком! А-а-а! Это и подозрительно, почему такого заботливого отца бросила мать. Ну, согласен. Бросить меня это очень подозрительно. Я же с ребёнком еду. А с ребёночком что? А что с ним? Почему он молчит? Почему он никак не реагирует, а? Ну, Асяя... Ну, он же со мной едет. А-а-а! А я само с Покости. Всё понятно с вами. Слышь, ты долго тут ещё? Я так понимаю, это мать? Ну, типа да. Пойдём уже, а? Точняк, пойдём. До свидания, мы пойдём. А ну, стоять! А ребёночка-то вы забыли забрать. А-а-а! Точняк, спасибо. Пусть мамаша заберёт. Мамаша, заберите вашего ребёнка. Вы вообще без мамы ничего сделать не можете. Ха-ха-ха-ха. Э-э-э, чё началось-то? Э-э-э, чё началось-то? А-а-а! А ну, сели быстро! Ура! Значит так. Старшие лейтенанты Бережок и Гошенко. О, это я. Вы неделю назад осматривали фуру с наркотиками. Целую неделю вас не попускает. Вы бегаете по таможне, и мы каждый день по пакетику у вас забираем то стиральный порошок, то детскую присыпку. Где остальные сто килограмм наркотиков? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я бы сейчас генеральной водички выпил бы. Да-да, я в коже там еду. А ну молчать! Господин полицейский, ну это же дети, они что угодно могли придумать. Действительно, всего по 4 года. Ну мало ли, ну фильмов насмотрелись. Но я всё понимаю. Что вы думаете, я ребёнком не был? Что вы думаете, я аж колы не минировал? Один раз даже полицейский участок заминировал, проспал. Ну, не я, а знакомый знакомого. Ну так, может вы не будете нас наказывать? Дети! Ну, понимаете. Незнание законов не освобождает от ответственности. Вот я один раз не знал, как знак называется. Что означает вообще, ну как дорожный. И на своём приусе как ехал и в кювет слетел. Ну, не я, а знакомый дальний. Понятно. Ну вы уж поверьте, мы это дело так не оставим. Мы им, ох, мы им ремня всыпем. Ну, да я понимаю, что всыпьте, но штраф вы всё-таки заплатите. Да. Вы не бойтесь, в любом банке оплатите и это, не затягивайте. А то мне как-то штраф пришёл, ну, за превышение скорости. Как я думал, потом, 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 ну, потом кредит взял, чтобы штраф оплатить. Так что, а вот, пожалуйста, не смей вас больше задерживать. До свидания. Всего доброго. Ну что, как платить будем пополам? Нет, пусть папа Машу платит. А, так это Маша полицию вызвала? Нет, я. Мы с Машей поспорим на миллион, чей папа быстрее перей в садик. Ты приехал быстрее в садик, она мне миллион должна. Ах ты, миллионер ты мой. Ладно, пойдём, нам ещё в бан с тобой зайти надо. Кредит взять. Пойдём. Ну, ты тоже не расслабляйся, надо будет домазать. О, террористы. Шоколадкой замазалась. На троих. Что? Спите себе, блядь. А ну, вставай. Слышишь ты? Хахаль. Вставай, давай, это моя мера. Успокойся. Шо, успокойся. Пока я там, вон я, тут, где, айдис. Егор! Где вообще, козёл? Перестань. Шо, берись? Я тебе сейчас застреливаю. Так, Егор, не надо этих глупостей. Всё, успокоился. Эти шмать себя. Эх, сука. Были бы мы сейчас в Кандагаре, мы бы с тобой по-другому развивали. Иди домой. Это шо, херни? Это он тебе, да? Да, представь себе, он дарит мне цветы. Цветы он мне дарит, да? Пошёл ты со своими цветами. Прекрати. Да я таких, как ты, в ВДВ, на завтрак жрал. Я... Дурак. Я в танке хорел. Я танки хрыз, как барбарез. Сюда иди! Иди, посмотри, что там с ним. Да ну его нафиг. О, Викусь. А ты сказала ему, что суд вас уже развёл? Угу. А сказала, что я твой новый муж. Ради твоего блага. Слушай, может, замки на двери поменять? Да нет, он с ноги выбивает двери. Ай, точно. Я тебе говорю, с ним справиться может только моя мать. Да ну нафиг. Лучше пусть этот каждую неделю приходит. Где? Где она? Господи. Надо будет двери поставить. Новые. Завтра, завтра. Ага. Завтра поставлю. На троих. Привет, мои любимые фолловеры. Мы сейчас находимся в школе моего сына. Давайте посмотрим. Вы кто? В инстаграме я на бьюти89. В перископе я бьютибэйби. А если в фейсбуке, тогда я... В жизни, в жизни вы кто? В жизни я блогер. А, я, кажется, стал догадываться. Вы мама Лешеньки Задова? Можно без фамилии? А, я мама Алекс Боя. А, это мой бэбик. Хорошо. Вы знаете, что ваш Алекс Бой не учится и постоянно в планшете сидит? Как? Вот так. Это же ужасно. Вот именно. Что здесь в планшете? Я же только что купила новый телефон. Там камера на 2 мегаписеля круче, чем прошлый его телефон. И не знаю. Алекс Бой, если ты меня сейчас смотришь, Эд Хон, тебя ждёт очень серьёзный разговор. Боже, при чём здесь это? Все эти гаджеты, они мешают ребёнку учиться. Завтра у нас контрольно, он её завалит. А вы можете это ещё раз повторить? Или нет? Давайте лучше вы... Вы отправите это в Инстаграм, я тегну его, и он это увидит. Что вы сделаете? Тегну. Нет, ну зачем же так сразу? Не нужно так бить ребёнка. Я думаю, с ним просто можно найти общий язык. Тегну, это значит, я его отмечу, и мой Алекс Бой увидит ваши слова. Я понял. Тегну с Инстаграм, можно я поговорю с отцом ребёнка? А, я сейчас посмотрю, может, он есть в перископе? Вау, он как раз тоже в школе! Поднимается по ступенькам. Три, два, раз. Привет, мои фолловеры. Итак, мы находимся в школе моего бэбика. Привет, мой Николас 85. О, Сьюзи, ты тоже здесь, хай. Вы папа Лёша Задов... Алекс Боя? Да, я папа Алекс Боя. Что случилось? Ваш сын постоянно в планшете. В планшете? Это ужасно! Ну, хоть вы меня понимаете. Алекс Бой, это ужасно! Мы же купили тебе новый телефон на 2 мегапикселя круче камера. Я с тобой дома серьёзно поговорю. Это рели-рели бэд. Да вы понимаете, что ваш сын не учится! Это очень-очень плохо. Напишите об этом в Инстаграм, я тегну, и мой сын об этом знает. Боже, я понял. Яблоко от яблони... Яблоко — это очень крутой бренд. Друзья мои, с вами... не о чем разговаривать. Всё, я сам займусь воспитанием вашего сына. Всё, good bye, 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 go, go. Окей, с Алекс Боем разобрались. Пойдём теперь в школьный туалет, я там буду делать пи-пи, а вы будете лайк-лайк. О, мои дорогие подписчики, сейчас мы идём в мужской туалет смотреть, как делает пи-пи. Мой Николас 85. Лайкаем, подписываемся, подписываемся и лайкаем. Боже мой. Куда катится этот мир? Куда катится этот мир? Именно этот вопрос я задаю моим подписчикам. А напоминаю вам, вы находитесь в блоге, тупые родители и их не менее тупые дети. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а завтра я проведу им контрольную, самую сложную в мире. Никто не справится. Бай-бай, до завтра. Ну, думаю, тысяч 20 просмотров у меня точно будет. Напомните, пожалуйста, вашу фамилию. Петренко, моя фамилия, учитель в средней школе, преподаю ОБЗ. А, Петренко. Ну что, получили результаты обследования моей головы? Получил, Петренко, получил. Спешу вас обрадовать. Все у вас с головой в порядке. Патологии, аномалии не вижу. Вот, слышали, слышали, все хорошо у меня с головой. Я здоровый, как бык. Доктор, это просто невозможно. Я не знаю, вы нормально его обследовали там. Нормальные у него результаты психологического обследования? Психика тоже в норме, отклонений нет. Это ваша жена? Вы что, не дай бог. Ну так видите, все хорошо у меня. Здоровый. Наркоман? Ну, обычно такие вопросы мамы задают, но вы на нее не похожи. Нет, результаты чистые. Пациент здоров и психически, и физически. Вот, слышали, слышали. Ну так что, вы выполните то, что я вас спросил, а? Ну, я еще должна убедиться, не подкупили ли вы врача? Да вы сто, как можно? Наша медицина не подкупна. Да и потом у меня денег нет. Ну, вы сами выбрали эту больницу. Сами со мной вместе ходили, анализы сдавали. А, женщина. Если вы его рассматриваете как суррогатного отца, отличный выбор. Здоров, как бык. Да, боже упаси. Ладно, Петренко, дадим мы вам долларовый кредит. Хотя я до сих пор уверена, что вы больной наглую. Спасибо вам! Спасибо вам, добрая Зельсина! Спасибо вам, доктор! Большое дело делаете! Простите, а что вы сказали? Кредит в доллар? Да, да, кредит в доллар. А может, вы и правы. Может, действительно стоит его понаблюдать недельку в психдистанцере и на наркотики проверить. И еще раз томография мозга, если он есть. А затем? Не нужно такие манипуляции совершать. Я все верну. А что такое доллары? На троих!